Русский мир Русский мир Государственный праздник День народного единства установлен в честь важного события в российской истории – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Сегодня это праздник, на котором можно познакомиться с традициями и обычаями народов нашей необъятной страны, вспомнить о том, что нас объединяет. Язык – это такая стержень, которая вообще объединяет Россию, потому что он не только языком межнационального общения является в России, так же, как в СНГ, но через русский язык многие народы нашей страны, стран Содружественные, они всегда имели доступ к сокровищнице мировой культуры. Автор художественного фильма «Головокружение» Юлии Горбачевской. Фёдор Михайлович, мне кажется, вообще тяжело представить русскую литературу без него, потому что всё-таки это огромная веха в переломе русской литературы, это нахождение таких реалистических психологических характеров. И вот для кинематографиста, мне кажется, это очень всегда просто работать с таким материалом в каком-то смысле, потому что у тебя практически разжёвано всё. Потому что он пишет дотошно, он пишет длинно, он пишет очень подробно и со знанием человеческой природы. За вклад в популяризацию русской культуры и продвижение идей русского мира памятным призом Фонда «Русский мир» награждена Ольга Варвус, певица, заслуженная артистка Приднестровской Молдавской Республики. Мы с дружиной на Угре, за победу небесам я молюсь. Мы стояли на Угре в октябре, на ноябре, за свободу и великую Русь. За вклад в научное исследование исторического развития русского мира на землях Донбасса памятной медалью Фонда «Русский мир» был награжден Александр Колесник, доктор исторических наук, доцент Донецкого национального университета. Концепция эта достаточно серьезная вещь. Разрабатывалась на протяжении длительного времени под руководством нашего ректора, уважаемого Светланы Владимировны Беспаловой. И в настоящее время она признана официальной доктриной, которая действует на территории ДНР в составе Российской Федерации. И теперь уже к счастью. И является таким важным идеологическим ориентиром. А сама эта доктрина, она такая комплексная, в ней затронуты вопросы истории, филологии, экономики, перспектив развития, состояние высшей школы. В общем, комплексная картинка дается и какие-то общие перспективы на будущее намечаются. За вклад в сохранение и популяризацию наследия великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и в связи с десятилетием со дня основания школы исторической каллиграфии памятной медалью фонда «Русский мир» был награжден Андрей Санников, кандидат филологических наук, основатель и руководитель школы исторической каллиграфии при Научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Лихачева. Андрей является автором мастер-класса «Почерк Достоевского» на телеканале «Русский мир», посвященного двухсотлетию писателя, который он провел вместе со своим коллегой Юрием Ковердяевым. В этот день Юрий был также награжден памятной медалью Министерства культуры Российской Федерации за вклад в сохранение и популяризацию наследия Достоевского. Совпадение или закономерность, но накануне Дня народного единства отмечают один из самых мистических и жутких праздников в мире – Хэллоуин. Почему на этот раз в России он, что называется, не зашел, рассказываем в следующем материале. Угощать кровью, распилить женщину, показать шоу уродцев – такую программу во время главного западного праздника смерти Хэллоуина обещали организаторы фестиваля «Чем мы заняты в Перми». Среди хедлайнеров события – шаманы, ведьмы и маги всех мастей. Мероприятие, глубоко на сожаление организаторов, не состоялось. Общественность подписала петицию против шабаша нечисти, из-за чего его пришлось отменить. Эта ситуация в очередной раз говорит о том, что когда мы едины, мы непобедимы. Ну, давайте с вами вдумаемся в истинный смысл этого дня. Праздник всех святых в землях восточнохристианских стал отмечаться в IV-V веках, а повсеместно в землях западнохристианских с IX столетия. Каков же истинный смысл этого праздника? День всех святых, собор всех святых. В этот день мы вспоминаем главы из книги, последней книги священного писания, из книги «Апокалипсис», написанной Иоанном Богословом. В нем говорится об Агнсе, которому поклоняются все святые, собор всех святых, явленных и даже неявленных миру. И после этого снимается последняя, седьмая печать, и наступает конец света. Тем временем в Госдуме предложили отменить Хэллоуин. Но пока этого не произошло, почти во всех регионах России различные частные организации, учреждения культуры и даже спортивные клубы планировали отметить события с размахом. Однако что-то пошло не так. Продавцы хэллоуинской атрибутики сообщают о падении интереса россиян к этому действу на 55%, а рестораны об уменьшении количества заказов на проведение таких вечеринок на 20%. Психологи не удивлены такой тенденцией и объясняют это так. Большая часть населения с точки зрения психологического здоровья находится на высоком уровне тревожности. Депрессия, утрата смысла жизни, неуверенность в завтрашнем дне. Все это приводит к повышенной агрессивности и нравственной деградации. В рамках проведения специальной военной операции праздновать Хэллоуин – самый главный праздник смерти, напрямую прославляющий сатану, более чем неуместно. Россияне не должны прославлять дьявола, тем самым усугубляя состояние наших солдат, воюющих на фронтах, защищая русский мир. Тех, кто все же отмечает Хэллоуин на фоне специальной военной операции на Украине, очевидно, не хотят задумываться, что по сути сейчас идет очистительная борьба и на духовном уровне тоже. В своем выступлении об этом говорил на открытии 24-го Всемирного Русского Народного Собора Святейший Патриарх Кирилл. «Наша борьба не против плоти и крови, но против миродержителей твебека сего, духов злобы поднебесной, как об этом сказал апостол». И сегодня эти слова обретают очень видимое выражение, и каждый может понять, о чем идет речь. А с пониманием открывается и возможность сопротивления. И вот наше сопротивление всем этим разрушительным тенденциям – это возрастание в нашей вере. По большому счету, Хэллоуин является навязанным России, чуждым в нашей культуре и традициям днем. Это неудивительно, ведь во многом он носит коммерческий характер. Мы вполне можем обойтись без этого так называемого праздника. Однако, принимать участие в бесноватом карнавале или нет, каждый решает сам для себя. Но в том-то и заключается трагедия, что подлинная катастрофа незаметна, она начинается с падения образования и культуры, а после разрушается все. Победа же начинается с того, что нация становится независимой, прежде всего с точки зрения идей и смыслов. Приморье за наших. Шаг к победе. Культурно-патриотический флешмоб по вязанию носков для военнослужащих объединил сотни активистов. Подробности в материале Татьяны Орловой. С момента объявления специальной военной операции женская часть страны взялась вязать носки в промышленных масштабах. И хотя мобилизованные уверяют, что полностью экипированы, жены, мамы и бабушки тверды. Теплых носков много не бывает. Снимет сын или муж берцы, наденет вязаные носки и сразу ногам сухо, а душе тепло. Сотни активистов из 34 муниципальных образований Приморского края стали участниками акции «Приморье за наших. Шаг к победе». Более чем на 60 площадках региона прошли флешмобы по вязанию носков для военнослужащих, участников специальной военной операции. В стране не осталась и Приморская краевая филармония. Каждый желающий может принять участие в этом флешмобе, связать носки и поддержать наших военнослужащих, участников специальной военной операции, выполняющих свой долг и отстаивающих интересы независимости нашего государства. Все связанные носки будут переданы нашим воинам, нашим защитникам. Присоединиться к акции могли не только те, кто хорошо владеет спицами и крючком, но и те, кто горит желанием научиться вязанию. Опытные мастера давали мастер-классы новичкам. Внести свой клад можно было просто, купив для организаторов шестяные нитки. Кроме того, приморцы смогли написать письма бойцам, подготовить для них открытки и видеообращения. Принимая участие в данной акции, мы хотим отправить чистящего тепла нашим военнослужащим, чтобы они чувствовали нашу поддержку, что мы в них верим и очень ждем. Организаторами мероприятия стали региональные министерства культуры и архивного дела, труда и социальной политики, образования, а также краевой департамент по делам молодежи. Сами вязальщицы объясняют свой порыв так. Вязание носков дает чувство сопричастности, успокоения, отвлекает от потока тревожных новостей. Верим, надеемся и ждем. Вам все могло храниться, возвращайтесь живыми и невредимыми. Мы вас ждем. Сегодня вязальщицы по всей стране объединяются в группы в соцсетях и делятся хитростями, как связать носки быстрее. Народные стихи на возникшие по зову души объединения вязальщиц не перечислить. Все включились во флешмоб по вязанию. Вспоминают Суворова. Держи голову в холоде, а ноги в тепле. Все мы сейчас, вся Россия, связанные одной нитью, тонкой, но теплой и крепкой. Всемирная тематическая конференция под эгидой МИД России собрала в Москве российских соотечественников, проживающих за рубежом. Какие вопросы волнуют участников масштабного мероприятия, узнаем из репортажа Евгении Фухурдиновой. Взаимодействие и поддержка, несмотря ни на какие внешние вызовы. Важные темы обсудили в Москве на Всемирной тематической конференции под названием «Экономическое сотрудничество соотечественники и регионы России, отвечая на вызов времени». Санкции и их последствия, нагнетание антироссийской истерии – все это нарушило многие устоявшиеся отношения. И в таких условиях контакты с представителями наших диаспор, особенно в недружественных странах, сохранение их связей с Россией, экономических, культурных, духовных, важны как никогда. Я очень рада, что мне удалось попасть именно в этом году, именно на эту конференцию, для того, чтобы все больше укреплять контакты с соотечественниками, которые живут в разных странах, для того, чтобы Алжир наш не забывали, потому что у нас, нам очень сложно, у нас нет представительства Россотрудничества, из-за этого мы все мероприятия проводим на добровольных таких началах, на энтузиазме и на любви к России. Всемирная конференция российских соотечественников проходит ежегодно. Мероприятие является важным для координации и наращивания усилий по защите прав и интересов соотечественников за рубежом, продвижению русского языка, культуры, объективного образа России, сохранению идентичности и исторической правды, противодействию русофобии. Я лично представляю бессмертный полк, мы впервые в 2014 году, впервые в Латинской Америке провели бессмертный полк и продолжаем его проводить, несмотря ни на что, в том числе и в этом году мы его тоже провели. С видеообращением к участникам конференции обратился глава правительства России Михаил Мишустин, выразив поддержку усилиям соотечественников в продвижении идей русского мира и положительного образа России за рубежом. В приветственном слове к участникам конференции министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил рассмотреть возможность создания международного делового форума соотечественников, проживающих за рубежом, в качестве диалоговой экспертной площадки. Исполнительный директор фонда «Русский мир» Владимир Кочин принял участие в торжественном открытии Всемирной конференции российских соотечественников. В рамках пленарной дискуссии «Русский мир» и вызова современности он привел пример деградации не только политической, но и гуманитарной культуры в странах Европы. Евгения Фахурдинова специально для телерадиокомпании «Русский мир». «Я лечу в объятие к солнцу» так назвала свой творческий вечер заслуженный деятель культуры России, поэт-писатель, автор более 50 книг и 200 песен Елена Федорова. Смотрим репортаж наших народных корреспондентов. Стихи из новой книги «Привет, какая встреча!» а также отрывок из романа «Расскажите, тоненькая бортпроводница» Елена Федорова представила на суд зрителей. И не случайно ее творческий вечер совпал с предстоящими юбилеями, столетием гражданской авиации и 30-летием клуба «Экипаж», так как большая часть жизни поэтессы была связана с авиаперелетами. Стихи Елены настолько музыкальны и выразительны, что привлекли многих композиторов. В этот раз она порадовала слушателей целым фейерверком новых песен, таких как «Крылья России», «Белые лебеди», «Было-не было», «Лекарства от любви» и многими другими. Украшением вечера стали Ария Лауретте из «Опера Пучини», в исполнении Холиды Филиной и театр танца «Антре» под руководством Зули и Дмитрия Ширяева. Все зрители получили в подарок книги с автографом автора и еще долго не отпускали артистов со сцены. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.rm.sobako.yandex.ru Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...